Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радио-Центр Сангейс начинает свою программу. Сегодня пятница, последний день рабочей недели, и, как всегда, по пятницам уже стала нашей такой традицией. В это время, время в Чикаго 8.30 утра, на западном побережье Калифорнии это только 6.30, на восточном Нью-Йорк и Вашингтон 9.30 утра, ну, а в Москве в это час 16.30 дня. И у нас на связи медиум, экстрасенс, парапсихолог, гадалка Елена Порецкая. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Привет, Майкл! Привет, Чикаго! Да, ну и сегодня у нас тема очень интересная, очень противоречивая, потому что мы будем говорить о таком понятии, как инкарнация. Это правильнее, чем называть реинкарнация. То есть, ну, как бы по многим традициям, и кто-то в это, конечно, не верит, кто-то в это верит, существует такая штука, которая называется, вот так её называется, инкарнация, за что когда-то предавали анафеме, сжигали на костре, распинали и так далее. То есть, это душа, которая перерождается и возрождается опять в новом теле. Ну и те, скажем так, души, которые не попадает в физическое тело, оказывается, такие вещи тоже существуют или не всегда попадают, они находятся рядом с нами. И есть люди, которые могут их видеть, таких людей называют медиумы. И мы встречаемся в нашей повседневной жизни с ними, ну, буквально на каждом шагу. В частности, лично вот я и наш офис, мы ездим в Бразилию, где живёт и работает уже очень много лет. Это духовный госпиталь, John of God или John of Бога, его о нём знают во всём мире. И вот он предоставляет, так сказать, своё тело в пользование, это называется на английском entity, в пользование тех духов. Ну и это ангелы, можно их назвать, которые спасают людей, которым современная медицина уже отказала в помощи. То есть, вот такое существует общение с этими духами. Но мы сейчас не о духах будем говорить, хотя это очень тема соприкасается. Был такой фильм, он назывался Ghost по-английски, где играли Дэми Мур и Патрик Свези. Но в русском варианте он в переводе назывался Призрак. Призрак, да. Ну, давайте, Лена, мы с вами поговорим, что это такое и как люди могут, ну, не то что общаться, а вот дать просто такое понимание о том, что это всё-таки действительно, да, существует. Ну, это, естественно, существует. Умершие люди, назовём их так, да, призраки, они не сразу уходят на перерождение, они зависают около обычно родственников и тех мест, где они жили и что-то происходило в их жизни. То, за что они зацепились эмоционально, ментально. Вот. И, соответственно, эти души умерших, они сопровождают даже иногда родственников до какого-то пути, пока те не станут на ноги. Это присутствует везде, как бы, наш предметный мир, он параллелен практически как наложение на этот астральный мир, который, где находятся люди, отрабатывающие свой какой-то путь уже из предметного тела в более лёгком варианте, в астральном, да. То есть, бывает такая ситуация, что люди уходят на перерождение, там, души умерших, да, они уходят на перерождение, но есть такие, которые не уходят. То есть, и в качестве сопровождения они так и остаются с теми предметами, которые, допустим, их, ну, в жизни зацепили в той, которой они были раньше. Ну, все знают дома, где существуют призраки, да, как это называется, это люди, которые умерли какой-то не своей смертью или ещё как-то, и они, соответственно, оживляют эти дома своим присутствием. Дома с привидениями, да? Да, дома с привидениями. Бывают такие же квартиры, соответственно, это квартира или пространство, оно не может продаться или делиться, либо, если человек был злой, аналогии, да, как это делается. Если взять тот же пример фильма «Призрак», то там вообще, как бы, сработала прежде всего зависть вот этого человека-банкира, да, к своему другу Патрику, и всё произошло, как произошло. Ну, а тот слишком был наивен, в итоге, как бы, получилось, что его подставили. И то, что он защищал свою жену, как бы, вот он при ней находился до определённого момента, пока вот не забрал тех, кто его забрал на тот свет, как говорится. То есть, в данном случае это его была кармическая такая задача. Да, Лена, я прошу прощения, у меня к вам вопрос, вы произнесли такую фразу, вот не всегда попадают, зависают. Что это значит? Есть ли какие-то причины, почему люди сразу не получают тело, не попадает душа в это тело, и надолго ли они зависают? Бывает, что надолго. Астрально, если вот кто выходит в астрал, люди сталкиваются иногда с, ну, смотря на какой пласт ты выходишь, да, если тебе это созвучно, ты можешь выйти на пласт людей, которые зависают так или иначе, даже создавая семьи с такими же умершими, и они могут находиться. В «Мастере Маргарите» это состояние названо состоянием покоя. То есть, человеческая душа, уставшая от каких-то предметных физических переживаний, находится в состоянии покоя, в определенной эмоциональной такой завязи, ну, как завис в каком-то состоянии, вот там бывает, что он с кем-то созвучен, и они создают такой альянс. Они также навещают своих родственников, места, где их захоронили, вот, и, соответственно, таким образом идет контакт. Ну, если, допустим, все-таки люди пожившие, имеющие определенный опыт, ну, возьмем такой опыт, как у Джуны, да, которая умерла достаточно сложно, да, там Вольф Мессинг, Вольф Григорьевич, да, вот возьмем, это люди, которые знали определенные знания, да, и, по сути, они не передали свои знания кому-либо. Вот эти люди, да, они могут приходить именно к специалистам, кто занимается эзотерикой, опять же, по ощущениям созвучия в душе, что этот человек созвучен, и каким-то образом астрально так они могут передавать знания, допустим, коллеге по цеху, но уже живому, да, как бы идет передача знаний таким образом. Поэтому и они развоплощаются уже, ну, переходя, допустим, в следующую реинкарнацию, уже когда полностью у них вот этот багаж ушел, связанный с прошлым воплощением жизни, и они тогда уже, как бы, становятся более прозрачными, и чем меньше людей их помнят, будет помнить или помнят, тем они более прозрачно становятся, они уже уходят, они как бы освобождаются. Следующую реинкарнацию, да. Интересно, я смотрю у вас на, прямо за вами, или это книга, или это картина «Мастера Маргарита», и я как раз вот смотрю и хотел вам задать вопрос по этому поводу, и буквально через секунду вы приводите пример «Мастера Маргарита» о том, что вот этот вот переход, он называется «состояние покоя», а это удивительным образом у нас, так сказать, вот происходит соединение, ну, мы в первую очередь же души, правильно? И когда мы говорим о человеке, и об этом постоянно идут споры и разговоры, и вот мы на нашем Сангейс-радио пытаемся все-таки сказать о том, что да, мы живем в материальном мире, это правда, но понимание нашей душевной или духовной природы – это все-таки основное. И как диалектический вопрос, как было когда-то в школе, а что первично, материя или сознание, да, значит, и все время было для материалистов, материя первична, сознание вторична. Да, конкретно. Да. Вы знаете, это действительно очень интересные моменты, вообще существует по, я читаю много литературы, и вот я как-то даже и слушал лекцию такую, вот по мотивам ведических, скажем, ну, можно назвать это эпос или древних текстов, существует такая статистика, как бы, условная статистика, о том, что на каждого живущего на земле человека приходится 7 тысяч вот этих вот духов, которые где-то, ну, для них же не существует ни время, ни расстояние, ни место, они же, так сказать, внетелесные. И вот 7 тысяч вот таких вот духов, которые вокруг нас где-то там что-то такое плавают, бегают, носятся, летают. И бывают такие ситуации, когда в нас попадают для людей, которые подвержены такому влиянию, которые открытые, которые не умеют защищаться, и те, которые подвержены каким-то разным интоксикациям, поскольку человек, который принимает алкоголь, который принимает наркотики, какие-то дурманические средства, что происходит в этом варианте, он делает дырки в своих тонких телах. И вот это как раз тот самый входы для этих вот entities, для этих духов, причем эти духи, которые не получили тела, это не те ангелы, которые, скажем, у них с этим нет проблем, они не будут вредить, а вот те будут вредить, и они туда входят и зомбируют. И поэтому есть такое, вот мы немножко, правда, отвлекаемся от темы реинкарнации, но тем не менее эти духи, те, которые не получили этих тел, то есть это получается, что вот эти вот духи, которые в нас входят, это называется такой обряд изгнания дьявола. Правильно? Ну, это вообще называется одержание, одержимость или избавление от этого? Одержание – это когда, наоборот, присутствует чужая сущность, либо рядом с человеком на подсосе, то есть это на определенной чакре, либо в теле человека. В теле человека не может полностью чужая сущность войти, как-никак мы все-таки защищены. Но на определенном стыковке ментальности, точнее вот этой души, самоочи человека, его выстройки, его ментального видения, действий, которые он предметно делает, и если он пересекается с такой же душой, которая, допустим, чего-то не отработала, ну, допустим, влияние алкоголя, желание пить, то вот на этом стыке, в принципе, человек может заработать такое одержание. Но по большей мере все равно очень многие люди защищены даже тем, что они скукожены в сознании на свое предметное мироощущение, то есть что вот их окружает. Поэтому и когда умершие люди пытаются достучаться иногда до родственников, они входят через сны. Просто вот так вот сделать одержание, это можно только если действительно очень сильная демоническая сущность, да, вот она делает это на раз-два-три, или это магическая операция, допустим, человеку привязали мертвую душу, и тогда он начинает утягивать. Тоже есть такой обряд, вот как бы недавно у меня шел разговор с моими клиентами, там была ситуация, что одного мужчину тянет все время в определенное место, там, где он когда-то встречался с девушкой, которая женщина, которая там погибла где-то. И вот он постоянно в последнее время там о ней вспоминает. Ну, как бы привязка шла вот к определенному дому, там, ну, к какому-то жилищу, соответственно, вот я смотрела эту ситуацию, и четко понятно, что привязали к душе этой женщины, чтобы он, допустим, ну, как, что она его утягивала за собой, понимаешь? То есть, как бы весь смысл жизни человека, он уже в возрасте свели, вот вдруг к понятию, к ощущению этой женщины, которая когда-то там много лет назад умерла. То есть, это обычно делают тоже на могилах, ну, вообще, как бы это я считаю беззаконием, но, как говорится, в этом мире есть все, поэтому нельзя ничего осуждать. Ну, осуждать во всех вариантах нельзя, поскольку и Библия говорится, не судите, да не судимы будете. Но на самом деле, в общем-то, есть очень и очень простое объяснение, которое очень трудно воспринять. То есть, если к нам применяется какое-то действие, которое по всем канонам моральным и этическим противозаконное, ну, к сожалению, виноваты в этом не тот человек, а мы. В свое время, когда-то, то, что называется карма, мы что-то такое сотворили, и сегодня идет, скажем так, в лице вот этих вот людей, или этого человека, или этих обстоятельств, идет, так сказать, реакция на это действие, которое мы когда-то совершили. Давайте мы поговорим все-таки, вы согласны с этим или нет? Ну, в принципе, да. Лена, давайте мы поговорим все-таки вот о реинкарнации, да? Вот тело пока еще не попало, точнее, оно, может быть, уже имеет тело какое-то, да? Но душа незримо присутствует в тех людях, которые об этом думают. И они хотят, очень больно, очень сложно забыть близких людей, которые уходят, особенно, если они уходят не вовремя, если они уходят по ряду каких-то причин, там, болезней или каких-то несчастных случаев. И мы, оставшиеся в этом мире, переживаем, и мы очень и очень хотим пообщаться с этими людьми. В фильме «Призрак» вот таким медиум, таким человеком, который предоставляет свое тело, что ли, как бы для общения, если можно так выразиться, была Вупи Голберг. Ну, вы тоже медиум. Скажите, а к вам обращаются по этому вопросу люди, и умеете ли вы вот такие вот вещи делать? Ну, обращаются, да, но я не допускаю в свое тело входа, то есть абсолютно, я не допускаю держания ничьей душой, хотя бывает случай, когда были попытки, я считываю просто, ну, как информацию, иногда я вижу, ну, опять же, слава богу, что я не вижу, как в фильмах ужаса это пишут, потому что от этого можно свихнуться, потому что это тогда на каждом перекрестке можно видеть то одно, то другое, и как вот у меня случайно, там была знакомая такая в интернете, она просто с ними общалась, с умершим, я ей объясняю, что это нельзя делать, потому что могут, ну, забрать жизненную энергию полностью, потому что, как бы, должно быть обмен обязательно, поэтому я не допускаю таких шоу-эффектов, ну, я считаю, что это все-таки шоу-эффект, потому что, когда вот ты общаешься с кем-то, и ничего не происходит, людям становится скучно, естественно, где-то происходит шоу-эффект, если вход в тело произошел в сущности, то ты начинаешь дергаться там непроизвольно, там вещать каким-то внутренним голосом, ну, не своим, да, вот, я как бы не допускаю вот этих шоу-эффектов, потому что потом это болезненно будет для своего тела, вот эти выбросы и общение на таком уровне меня не устраивают, то есть я всегда общаюсь на равных, то есть если я общаюсь с душой умершего человека, то этот человек рядом со мной, я его полностью ощущаю, все его состояние, вот как живым, ну, в какой-то момент иногда приходят люди, я прям вижу около родственника умершего, там, допустим, бабушка там кладет там руки на плечи, вот, там, внучка пришла, да, вот, это все есть, но я даю информацию только разрешенную, дозированную для этого человека, я не лезу глубоко, ну, где можно, прямо скажем, сломать все, что угодно, да, ментально, то есть везде только разрешенный вход в то или иное информационное поле, потому что на самом деле потусторонний мир, он достаточно закрыт для нас, и, возможно, выражение Ванги насчет бессмертного полка, когда мертвые встанут живыми, как раз, может быть, это еще относится к тому, что когда мир предметный станет полностью чувствовать потусторонний мир, как бы, когда события неотработанных душ, которые мечутся до сих пор на земле и не отпеты даже в каких-то церковных делах, там, они не могут найти себя дальше, понять, некоторые до сих пор там, ну, переживают, что они погибли, да, там, на поле боя в сорок пятом или в сорок третьем, они ходят по тем полям и видят людей, понимаешь, да, и вот, ну, у них все равно нет понятия, там, дальнейшей дороги, как бы, понимаешь, бывает, что что-то произошло, и человек застрял, либо он сам ушел в состояние покоя, как мастер и Маргарите, да, с определенным человеком или сам, либо они просто застревают на той точке, где пережили свою гибель и найти этого не могут. У меня были случаи, когда я начинала чувствовать таких людей, и я давала им направление. У меня был случай, есть даже предсказание Михаила Кругу, с девятого года я начала с ним общаться, совершенно через его песню, я никогда не слушала шансон, принципиально, кстати, не слушала, но вот через песню «Тебе моя последняя любовь» я вдруг стала плакать, я пять раз ее прослушала, все время плакала, и вдруг я поняла, что это не мои слезы, это вот тот самый вход, про который ты сказал, что частично его произошла вот такая сцепка, то есть как бы наложение его ощущений на мое, и в итоге как бы получилась ситуация, что я несколько лет общалась с ним, это было ощущение реального человека рядом, вот реального просто, и в какой-то момент я даже написала предсказание, когда он уже был готов на реинкарнирование, и он очень любит свою Иру, Круг, да, он ее безумно любил, и я написала предсказание, потом уже, по-моему, это одиннадцатый год, или какой, сейчас не помню, где я отпустила его на реинкарнацию, дала направление, то есть медиум, по сути, это проводник между живыми и мертвыми, и это человек, который может дать направление, даже просто не зная об этом, то есть, к сожалению, мы в этом плане как бы потребляемы, да, и наша жизненная энергия, она начинает растрачиваться на такие моменты, ну, и поэтому позволять, допустим, в себя входить, это кощунство, я считаю, это, ну, это как чужую одежду одеть, знаешь, вот ощущения, этого и так полно, ты работаешь с людьми, и так ты это все время чувствуешь, там, видишь, и тело, это как бы свое личное пространство, вот я, например, так не делаю, поэтому, ну, кто-то так делает и позволяет это себе, может быть, кому-то так лучше понятно это, понимаешь, у кого какие наработки, опять же. Понятно, ну, действительно, это очень интересно, ну, хорошо, вот, к примеру, обращаются люди, обращаются люди с вам с просьбой пообщаться с умершим человеком, вы всегда им отвечаете, да, давайте пообщаемся, или вы им отказываете по каким-то причинам? Нет, я смотрю, я не отказываю, я отказываю только, если это криминал, я не работаю, когда мне звонят, допустим, или говорят, что кого-то найти надо, или случилось там что-то, я не работаю с МВД, я не работаю с ФСБ, я не работаю с криминалом, я не работаю с проблемами, которые могут показать что-то большее, чем положено, я не хочу проблем, я работаю только с человеком и его ситуацией, если я что-то говорю, то это никуда не выносится, но опять же, бывают моменты, когда я отказываю, ну, просто нужно сказать тоже, и не все нужно говорить. Ну, безусловно, но это нормальное явление, да, если человек обращается к вам и просит вас посодействовать в общении с всем человеком, который ушел, ну, по разным причинам, ну, скучает, хочет что-то узнать, допустим, бывают разные ситуации. Ну, я все равно, нет, я ничего не узнаю, бумажки, как мне пытались одни ребята, не очень порядочные, около меня крутились, в свое время он был, муж и жена это были, ну, гражданские на тот момент, и у него был, значит, брат двоюродный, ну, какой-то криминальный авторитет, потом его убили, и вот они из меня вытягивали, подключать меня пытались, описывали мне двор, чтобы я нашла там что-то прикопанное, понимаешь, да, я просто потом сказала, ребята, я это не хочу, потому что душа этого человека приходила к его жене, вот к этому, с которой вот муж и жена, что ко мне приходили, и, ну, как это сказать, пытался, показывал все, какой-то путь, что-то там найти, я отказалась от этого, опять же, потому что я не, вот эти взаимосвязи я не связываю, то есть я в такие вещи не лезу, это как найденные деньги подобрал, и не знаешь, какие последствия, то же самое. Ну, об этом мы с вами говорили в прошлой программе, да, о том, что бывает, человек находит там клад, а ему по себе это не положено, и начинает происходить всякие несчастья, а лучше бы его и не находил. Скажите, а бывает ли обратная ситуация, не живые к вам обращаются, а вас находят, поскольку вы медиум, вас находят те самые люди, которые уже ушли в другой мир, с просьбой пообщаться с живыми? Бывает так, бывает вот, что, ну вот в случае с Мишей Кругом так было, и были, вот Юра Лонга тоже, вот, причем эти люди... Вот я хотел спросить про Юрия Лонга, да, он же ушел довольно молодым, и он сам обучал, и сам был парапсихолог, медиум, целитель. Я считаю, что Юру Лонга убили, и насколько я в курсе, это был магический обряд какой-то, а что, кстати, у Юры Лонга, что у Миши Круга, у них прослеживался взлет карьеры именно, и на стыке того, что они заново себя не нашли, в том, что уже получили, да, как результат, то есть немножечко остановились, и вот на этом стыке произошел сбой, у одного и второго, у них очень похоже, сначала, как бы, у меня был контакт с Юрой Лонга, и он очень беспокоился за свою дочь, ну, там была ситуация, сами знаете, да? Я вас прерву, Лен, во-первых, я не знаю, я давно уже уехал, тогда я не знал вообще про Юрия Лонга, это я уже здесь, так сказать, начал образовываться, поэтому я, во-первых, этого не знаю, во-вторых, вы мне скажите, когда вы говорите, вы общались, что вы имеете в виду, вы общались в мире живых, или в мире уже после того, как они ушли? Так же, как ушли, как вот человек ушел. То есть, когда вы говорите про Михаила Круга, это вы общались уже после того, да? Как он ушел? Это было на моменте, что он все-таки искал тех, кто его убил, это про Михаила Круга, и почему так получилось, возможно, он именно по моим коллегам ходил, потому что я в тот момент общалась с коллегой, она мне передает эту песню, и у меня вдруг на эту песню идет контакт, и я с ним общалась несколько лет, потом я на Иру Круга тоже выходила, кстати. Это, простите, его жена, да? Да, это жена, и потом я написала предсказание на перерождение в качестве ребенка, чтобы он родился у Иры. Кстати, родился ребенок, вот, то, что произошло, то произошло, и сейчас, кстати, все его песни, когда слушаю, я слушаю шансон только его песни, вот, и Ирину Круг, соответственно, и я вам скажу, что ощущение стало слабее, то есть, если раньше его чувствовал на каждой там, ну, танцоплощадке, где его песни можно было послушать, я его прям чувства ощущала, то сейчас это меньше стало, он стал немножко более фантомен, то есть, легок, вот, а Юра, Юра Лонга, это был тоже спонтанный выход, я в свое время написала рассказ про патриарха Алексия II, он у меня есть в сети, полгода я его не публиковала, вот там есть тоже ситуация с Юрой Лонга, он как проводник душ сейчас, и, ну, гонения были в мой адрес, конечно, за этот рассказ, меня пытались фанатики православные тоже достать, пока их на место там тоже люди не поставили, ну, другого толку уже, вроде, перестали меня клевать, рассказ этот до сих пор в сети, но, тоже, почему приходил Юра, Миша, там, или бывают люди, которых я даже имена могу не помнить сейчас, да, вот, как просто умер человек, вот я его чувствую, потому что они беспокоятся о своих близких, допустим, да, и в какой-то момент неотработанность их души, они ищут такого человека, который сможет им проложить путь дальше, понимаете, там, если тот же Юра Лонга, он другой немножко, ну, вот, прям вот ощущение, то есть ты как общаешься, ты как бы вот предметный, ты этого человека не видишь, но ты постоянно на контроле сознания, это с этим человеком, то есть ты даже видишь, как он сел там на диван, или что-то, ты ощущаешь, как будто бы это реальный человек, ну, допустим, человек спит, и вдруг рядом с ним кто-то садится, а никого нет, вот это такое же ощущение присутствует, да, там, очень реально, и у меня вот, ну, такие засвеченные два контакта просто, ну, обычно эти люди дают какое-то беспокойство о своих друзьях, знакомых, и я начинаю искать этих знакомых, и беспокоиться, ну, мне передают какую-то эстафету, понимаешь, я начинаю переживать за этого человека, почему-то подключаюсь, у меня есть такие люди, да, и поддерживаю, чтобы с ними все было нормально, то есть человек передал мне опеку за того, какого-то своего друга, понимаешь, типа этого, ну, это вот именно когда с той стороны душа умершего человека просит помощи, вот, но обязательно должен быть энергообмен, то есть это тоже к тому, что вот люди бывают просто общаются, потому что, это как работа с людьми, да, то есть человек, который там умер, он все равно, пообщавшись с тобой, он дает тебе какие-то знания, либо знакомых, которые тебе предметно могут помочь чему-то, то есть идет энергообмен, он обязательно просто себя потреблять, или потреблять душ умерших или живых нельзя, то есть должно быть все время золотая середина, кто чего кому дал, понимаешь, я понимаю, Лена, вот такой вопрос, в последнее время, я не знаю, может это, мне так кажется, еще раз, я все равно слежу, несмотря на то, что живу здесь уже почти четверть века, я слежу за то, что происходит на территории постсоветского пространства, и фильмы, которые выходят там, и актеры, вот часто, я полагаю так, что у нас будет следующая программа, по этому поводу, опять же, мне интересно поговорить по поводу мастера Маргариты, Булгакова конкретно, Гоголь, тут есть очень много интересных вещей, эти люди не просто писали там какие-то там романы, повести, рассказы, они как-то там, подтексты очень серьезные, я хочу спросить вот о чем, актеры, какая-то эпидемия каких-то вот таких вот аварий, то есть, много можно привести примеров, когда на совершенно ровном месте человек, ну, едет, и почему-то он разбивается, потом, конечно, все это объясняется, там, что он превысил скорость, заснул за рулем, и так далее, и так далее, как вы думаете, с чем это связано, и обращались ли к вам, или вы сами решали, известные люди, известные артисты, известные музыканты, допустим, с чем это связано? У меня случай, как бы, но я про фамилию сейчас озвучивать не буду, но скажу более обтекаемо, то есть, что, когда происходит, допустим, вот если взять Сашу Абдулова, да, кстати, вот я недавно фильм Next смотрела, он уже там играл больной практически, у него уже с легкими была проблема, и немножко он играл самого себя, вот это вот, я его очень после этого фильма сильно чувствовала, просто ощущала, то есть, он все-таки, как бы, очень еще ходит между нами всеми, вот, и в какой-то степени, когда он играл в Мастере Маргарите, он играл, как его забыла, Коровье, помнишь, Фагота, вот, очень символичная роль, во-первых, как бы, то, что он сказал Буфетчику, если все помнят, да, про болезнь определенную, там, ну, помните, да, что от чего-то Буфетчик умрет, вот, я допустила, когда я смотрела этот фильм, я подумала, считала ощущение, что он настолько вошел в роль, он, ну, как это сказать, взял на себя ответственность, возможно, навестить, ну, как это вот, это заболевание, действительно, вот, реально, на того человека-буфетчика, типа, да, то есть, он не просто вот проиграл эту сцену, он как бы вошел в роль, что он действительно коровьев, и как бы переложил вот эту сцену, как в реале, как если бы Господь Бог это сказал, да, немножко ответственности он на себя больше взял, и я допускаю, что вот именно там еще в фильме, помните, концовка, где они уже скакали все на конях, то там идет момент, где рыцарь уходит, помнишь, да, то есть, по сути, он сыграл роль, которая, ему, может быть, не надо было это играть, хотя он шикарно ее сыграл, обалденно просто, вот, наверное, все-таки тут, эта роль сыграла в минус ему, его жизни, как бы, повела его в минус в этой жизни. Да, Лен, спасибо большое, для тех, кто не знаком, я просто хочу озвучить то, что для людей, тех, кто проживает на территории Соединенных Штатов, за пределами, скажем, «России», это фильм «Бортко», многосерийный фильм, и мы об этом говорим, где играл Александр Абдулов, потому что было много версий «Мастера Маргарита», но мы сейчас предверяем вот это вот то, что я попытался обозначить тему следующей нашей программы, о том, что актеры и роли, которые применяют на себя, у меня уже было несколько таких программ, с актерами, кстати, которые примеряют на себя персонажи или маски, вот именно тех персонажей, в которых они играют, и как надо в них перевоплощаться, если в этом опасность какая-то. И, безусловно, тут есть то, что вы сейчас говорите, это, и, кстати, с этим связано, опять же, предваряя вот нашу следующую программу, там много было, и именно в части «Мастера Маргарита». Было много историй, связанных с персонажами, и, к сожалению, люди как-то уходили. Это всё непонятно, неизвестно. Я недавно смотрел, в Ютьюбе смотрел передачу одну, она посвящена убийству Игоря Талькова, по-моему, 20-летие. И вы никогда не думали, и до сих пор не нашли убийцу, или не хотят искать убийцу, и так далее. Причины, естественно, были. Ну, не знаю, удобно ли вам об этом говорить, естественно, не оглашая там, почему и как и что, но, наверное, с этим что-то было связано. Вот только вы мне скажите такой вопрос, если вы не можете говорить. Как вы считаете, по вашим ощущениям, уже произошла инкарнация? Потому что, как правило, ну, теоретически, она должна произойти через 49 дней. Нет, не через 49, у всех по-разному. У него произошла уже реинкарнация, у сына Талькова родился сын. Я, кстати, тоже писала. Тоже Игорь Тальков, да. Да, да, да. Вот этот вот мальчик, это и есть прошлая реинкарнация, короче, вот самого. А, вы имеете в виду внук Талькова? Внук, внук, да. Внук, а? Ну, у сына Игоря Талькова родился... Понятно. Сына Игоря Талькова тоже зовут Игоря Талькова. Да, я знаю. Да, да. Ну, это я просто... Если считать, что убийство заказное, если считать, что Джуна его предупреждала, то есть у него был... Просто у Игоря Талькова старшего у него был элемент фатальности. Он жил сгорая. Вот есть такое понятие, когда человек живет сгорая. И за счет этого он притянулся в фатальные события, где, по сути, пуля его просто убили. Вообще заказное это было. Ну, я не хочу думать, что это с Азизой было связано. Это больше связано было с его песнями, которые, по сути, поднимали... Это была видимая причина, там не поделили выход на сцену. Было много там об этом писали. Даже я это помню. Это была чисто якобы криминальная разборка. Нет, это все не так было. Его убили по заказу, я считаю. И я считаю, что как бы убийцу и не найдут, потому что просто его песни поднимали народ. И, соответственно, как и Цуэкс... Понятно. Ну, причины давайте мы не будем озвучивать. Тем более, что это все очень и очень покрыто тайной. И есть, наверное, какие-то структуры и силы, которые не хотят об этом знать. Поэтому мы на нашем радио об этом не говорим и не озвучиваем. Ну, можем по ассоциации как-то сказать, но мы не пытаемся ничего найти. И тем более выявить причину всего этого. Мы как раз сейчас говорим о реинкарнации. И у меня к вам один такой интересный вопрос. Когда-то, много лет назад, мне один человек, я уже здесь жил, но это было действительно много лет назад, рассказал про очень интересного человека, которого зовут Григорий Гробовой. Всем известна история, которой он объявил себя пришествием Христа, пытался там что-то даже за президентство сражаться. Ну, все закончилось тем, что его посадили в тюрьму за то, что он сказал, что он будет возрождать или реинкарнировать. И, кстати, приведены некоторые факты о том, что он кого-то даже видал по телевизору, выступал тот реинкарнированный человек, которого он оживил. А как вы считаете, такое бывает? Такое возможно? Или это просто профанация полная? Я считаю, что Гробовой это определенная позиция кого-то, то есть за ним стояли определенные люди. В какой-то степени это инупиво действие, потому что такое массовое было поклонение ему. В-третьих, я все-таки считаю, что этот человек собирал определенных настроенных на его волну людей в свою партию или в свое окружение. И неизвестно, что сейчас с этими людьми тоже, опять же. То есть я считаю, что это какая-то политическая авантюра. И плюс все-таки нельзя оживить тело. Если, ну, прямо скажем, это не духовный был человек, а обычный, профанированный, то нельзя взять и, допустим, как он пообещал родить тех же детей, умерших в Беслане, погибших от терроризма, нельзя заново было их говорить такие вещи, что он может их возродить. Он мог сказать это по-другому, притянуть на рождение, как он, кстати, по-моему, там чего-то и объяснял, по-моему. То есть я вообще... Как сказать, простите, пожалуйста, как сказать и почему он это сказал, мы сейчас не обсуждаем. Я задаю просто вопрос такой. Возможно, теоретически ли это, если опять же обращаться к роману «Мастера Маргарита» и тому самому фильму, как раз-таки, балл сатаны, там люди выходили из огня, уже возрожденные. Там не люди выходили из огня. Я понимаю, фантомы. Было астральный выход, астральный выход. Но, тем не менее, какая-то аллегория в этом есть, о том, что возможно вот это общение с миром, если, так сказать, глубоко в это дело входить. Ну вот вопрос такой. Теоретически это возможно или это уже невозможно? Я думаю, что на сегодняшнем моменте, вот в сегодняшнем моменте развития сознания человечества это пока невозможно. Но в прошлом есть такие, ситуации, были такие случаи. Еще раз обращаюсь к древним тестам, когда, ну просто, чуть ли не задокументировано о том, что было, да, было возрождение, было... Может быть возрождение, но, опять же, если возвращаться к теории практики Вуду, то это прежде всего неизвестно, что войдет в тело и поднимет его. Давай так. Это может быть зомбирование обычное, там зомби выйдет и все. Здесь именно ту же сущность засунуть в то же тело, которое там полуразложилось и восстановить весь физический процесс, это должен быть очень сильный эзотерик, маг. И опять же, получается, он должен запустить те кармические процессы в этом теле, которые будут дальше двигать этого человека в этом теле для совершения каких-то движений. А ведь он уже закончил этот путь. И здесь может быть элемент насилия над природой этого тела и этой души, потому что, может быть, ему уже это не надо. Ведь когда происходит уход человека, допустим, это очень, кстати, хорошо аналогично проверяется на выходах в астрал. Люди, у которых не сильно привязаны к предметному плану, старость обычно уступает постепенно, и люди, которые более предметные, они неосознанные, они начинают рассыпаться, как говорится, сразу. То есть у них начинает отказывать это, у них начинает страдать память и астральное тело начинает выскакивать. То есть оно как бы висит над предметным телом и по сути человек уже не жилец, допустим, бывает. А бывает, что 89 лет, а человек как огурчик. Бывает, что как развалина. Тут все зависит от души человека и воскрешать какое-то тело, в принципе, это уже будет достаточно даже страшно. с таким человеком, потому что он пройдет такой путь восстановления, который, возможно, даст ему какие-то силы и знания, которые будут опасны для окружающих. А сможет ли он морально удерживать планку там? И опять же, получается, тут он карму закончил, он уже умер, на какой-то грубовой воскрешает или кто-то, имеет ли он право на это? Ну, по сути, он же тоже такой же человек. Не знаю, мне все-таки кажется, это немножко, либо это сырой вариант, то есть, сейчас пока до такой степени этого нет. Возможно, раньше это было, возможно, сейчас это есть, возможно, есть люди, которые живут веками, и мы об этом не знаем, и может быть, когда-то это вскроется, что там тысячелетний человек. На самом деле, вы знаете, я посещаю Индию, я общаюсь с людьми, есть, но это, конечно, нигде не записано, но есть много очевидцев, достаточно много очевидцев, которые видят и общаются с людьми, с йогами, которые живут в Гималаях, они спускаются, иногда спускаются, скажем, к водам реки Ганга, чтобы произвести свои обряды омовения и так далее, это мистическая река, будем так ее называть, это не просто река, которая там где-то у нас там течет, любые там Волгодоны и так далее, и такие люди живут, на самом деле, и есть, даже есть зафиксировано, сколько, как долго они живут, и есть люди, которые живут по 400, по 500 лет, а то и более. Ты вспомнишь их состояние, оно полностью оторвано от сегодняшних реалий, вот я даже тебе пример приведу, я вот уезжала на дачу на полтора, ну на два дня, у меня там кроме телевизора не было, у меня был вот только интернет, да, и то я в него выходила там периодически что-то посмотреть, то есть я практически два дня была на уровне гималайского медведя, вот, там, чего-то делала, чего-то бегала, чего-то там, обрубала сучья какие-то, возилась со всем этим, строила что-то, но фишка в том, что я была сосредоточена на себе само, и сила сознания начинает увеличиваться, а представь, это человек, который постоянно так живет, допустим, и совершенствуется, то есть он на своих там уровнях гималаев, да, он по сути как маг уже, он понимает такие какие-то вещи, но мы опять же не берем сейчас... Он и есть маг, на самом деле, человек, который живет столько лет, он уже маг, он уже по-другому. просто отшельников, которые, ну ты знаешь, бывают просто люди-отшельники, вот они живут, вот почему-то отшельники в леса уходят, не все же магами становятся, то есть человек должен с собой как-то работать все-таки, и здесь существует принцип, я заметила, что вот когда я приехала с дачи, у меня сознание стало по-другому работать, то есть у меня ушла вся какая-то шелуха, которая там, вот бывает телевизор включишь там, или постоянно гонка, там куда-то ты постоянно определенно торопишься, куда-то какие-то дела ты должен делать, вот, а если люди вообще живут как вот эти йоги, да, на уровне там спустился раз там в несколько лет, там помахал ручками, всех излечил и пошел, то есть силы, которые он там накопил, сознание, ему позволяет, в принципе, даже бесплатно приходить и работать, отдавая эту энергию окружающим в излечении их или в понимании чего-то, потому что иначе он тоже не сможет, ему надо обмен энергией это происходить, он там где-то взял, на своих горах, да, посидел там, вдохновился, он пришел, он должен надать что-то людям, понимание какое-то свое, вот, поэтому это есть такое, ну, я думаю просто еще, вот я считаю, что вот так как произошел квантовый переход с Земли, и почему сейчас все события убыстренные, если ты заметил, это по-моему в том году или в этом произошло, вот у меня даже на стене ВКонтакте это есть. В 12-м. В 12-м, но мне кажется, считается, 25 декабря 2012 года. Именно вот в том году и в этом вот как-то пошло все быстро, и в какой-то момент времени сейчас же и получается, что идет вот этот как бы бег времени, но при этом к нашему миру подсоединяются определенно какие-то другие энергии, то есть и вдруг могут появляться люди, допустим, как вот 500 лет жившие, и они становятся даже захотят публичными, то есть или будут люди, которые, или будут находить каких-то животных, которые вот допустим в 20-м веке даже не могли предложить, что они там могли лежать. То есть начнут открываться какие-то пласты новой Земли, допустим, да, которая будет сейчас при том, что она формируется, при этом все равно будут открываться какие-то параллельные миры, которые вдруг соединились с сегодняшним нашим. Вот я почему-то вижу, что вот это сейчас происходит. Ну, это, это, это правда, ты абсолютно права. Дело в том, что действительно это все происходит с неимоверной быстротой. События мы не успеваем за этими событиями, поэтому те, кто не успевает за этими событиями, они будут очень и очень серьезно отставать, потом начинается просто конкретный дисбаланс, и люди не будут соответствовать ничему и здоровью, и соответственным образом, и погодные там, скажем, катаклизмы будут, и так далее, и так далее. Я хочу провести аналогию с тем, что вот ты рассказала, когда ты уехала, допустим, на дачу. Вот та же самая история происходит постоянно, и происходит уже почти 50 лет в этом духовном госпитале, Дьяновгад, куда мы ездим сами, и люди, которые приезжают туда, там очень интересная атмосфера. Туда приезжают смертельно больные люди, которым остаются, бывает, кто-то там и умирает, кстати, которым остается буквально совсем немного, поскольку это единственная надежда для многих, которым медицина уже отказала, и никаких других способов не помогает. Они едут туда, цепляясь за соломинку, и попадает тот самый вариант, где нету, ну, телевизор там как бы есть, но никто его там не смотрит, но там в горах, там прекрасная атмосфера, прекрасная, скажем, чистый воздух, чистая вода, питание, все, абсолютно никаких там нету, там нитратов, нитритов, и всех этих генетически модифицированных продуктов, но самое главное, вот эта обстановка всеобщего добра, и желание выздороветь и мира, то есть там на каждом, ну, не знаю, миллиметре квадратном пространства находится огромное количество вот этих вот ангелов, которые лечат, но они лечат в первую очередь не тело, они лечат душу, поскольку первым делом туда люди, которые приезжают, им дают рекомендации, как надо себя вести, и самая главная рекомендация, это убрать полностью весь негатив, тем более те самые отрицательные эмоции, которые нас разрушают, самые-самые сильные, это жадность, гнев, ревность, вот эти вот вещи, и предлагается не только простить своих врагов, а их полюбить, и человек, попадая в эту обстановку, у него ничего, не остается ничего другого, как именно соблюдать вот такой вот, будем говорить, режим, к сожалению, когда он оттуда уезжает, и попадая опять в то же самое окружение, в котором он постоянно живет, все возвращается на круги своя, и начинаются рецидивы, и вот это непонятно для очень многих, потому что, да, здесь жить, это надо владеть собой очень и очень серьезно. Человек просто получил определенные знания на астральном, допустим, уровне, да, излечения какое-то, но образ смысла не поменял, и приехав в свою старую, как бы, среду, он автоматически стал себе потягивать то, в чем он жил ранее. Это я, почему вот, когда работаю с людьми, я всегда даю определенные эзотерические знания, чтобы уже человек не жил как раньше, иначе получается, что смысл работать с человеком, если он постоянно уходит в тот момент, из которого я его вытащила, и я как бы стараюсь заменить, вот я сняла негатив с человека, там, я даю новую платформу, и человек уже, ну, в моем случае я делаю это авторитарно, я просто ставлю такие блоковые знания человеку, рассказывая что-то, и человек все равно, даже если он не будет думать о том, что ему сказала, и больше ко мне не обратиться, все равно он автоматически будет нести эту нагрузку, его сознание будет развиваться, как я сказала, и даже в миллиметрам, в минимальной степени, если он даже вернется в прошлое, там будет жить как по-старому, то, что я заложила как семя, ну, как вот зерно, оно в нем начнут сопротивляться той старой логике, из которой я его вытащила, то есть, в этом случае я делаю насильно, не то, что насильно, а авторитарно, потому что я считаю, что смысл работать с человеком, если, как говорится, он там опять придет и станет жить, как прежде, и подхватывать все те же самые проблемы, но опять же, свою голову никому не представишь, есть люди, которые живут, как ты сказал, там, вот ты их вылечил, да, там, они пришли, приехали домой, опять, так же точно начинают жить, как жили до, допустим, момента излечения, и к ним все старое и плохое начинает тянуться. Совершенно верно, совершенно верно, верно, я хочу на этом, наверное, закончить нашу программу, время нашего эфира уже подошло к концу, тема была очень интересна, мы должны были закончить еще раньше, но действительно, это очень интересно, я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что мы беседуем с Еленой Порецкой, это экстрасенс, это парапсихолог, это медиум, и мы беседуем о реинкарнации и о тех сущностях, которые находятся вокруг нас, и как опасно или не опасно с ними общаться. Мы продолжим наш разговор уже в следующий раз, и мы встречаемся с Еленой по пятницам, время нашей программы в эфире, вот как на сегодняшний день, 8.30 утра по времени города Чикаго, это 16.30, дня по Москве. Лен, большое спасибо за время твое, которое мы провели сейчас с пользой, вот это было действительно очень интересно, много чего еще можно говорить и рассказывать, и у нас для этого есть возможности, поэтому мы с моим соседом благодарим тебя. Дорогие друзья, если есть какие-то вопросы к нам, пожалуйста, это тройное W, это sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates, солнечный оборот на конце буква S, sungates108, это наш скайп, телефон, кто хочет здесь, скажем, на территории США позвонить, или даже не важно из России, то area страны это единица, код страны это единица, 8472269956, это наши координаты, ну и программа записывается, и те, кто является подписчиками нашего канала на YouTube, они сразу, мгновенно получают это уведомление, что программа появилась на этом канале, ну и кроме этого, Елена Перецкая есть свой сайт, естественно, общение происходит в контактах, в vk.com, по-русски, не знаю, правильно ли я произношу это, на этом наша программа заканчивается, удачи, успехов, и до новых встреч. Всем пока. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok